В Тверском регионе снежный покров уменьшается, а вот уровень воды в реках напротив поднимается. На сегодняшний день он несколько выше нормы. В Верхневолжье начал действовать режим половодия. Также в ближайшие недели синоптики прогнозируют начало ледохода. Ждать ли подтопления в Твери и районах и какие еще сюрпризы может преподнести погода, выяснил наш корреспондент. Подъем воды наблюдается во всех реках Верхневолжья. Он случился чуть раньше, чем ожидалось. В объемах последние несколько дней прибавила и Волга. С сегодняшнего дня объявлен режим половодия на территории Тверской области. В Твери у нас уровень 208 сантиметров. Выше нормы, да, на март месяц, но по крайней мере у нас до критического где-то метров 8 еще остается. В Твери в реке Волги уже появляются промоины, в которых весьма комфортно чувствуют себя пернатые. Но в целом лед пока, что называется, не тронулся. Специалисты говорят, пока рано. В Твери горожане привыкли измерять уровень воды Волги по скульптуре рыбака. Но пока по нему можно измерить только уровень снега. Синоптики прогнозируют, что реки в регионе вскроются примерно в первой декаде апреля. В областной столице в целом ситуация с уровнем воды стабильная. Тьма, как и Волга, ждет часа, когда освободится от ледяных оков. Пока там под промоинами лед. Тонкий, хрупкий и опасный, говорят сотрудники МЧС. Впрочем, как и на любых других водоемах Тверской области. Поэтому выход на него опасен для жизни. На территории Тверской области лед абсолютно разный. Это от нуля и до 40 сантиметров. Если взять город Тверь, мы видим просто проток воды. То есть ноль. А если за Мегаловский мост выезжать, то там езди и до 40 сантиметров. Лед почернел буквально за выходные. Где-то серый, где-то черный. Это как раз напоминает нам о том, что он неоднородный. Абсолютно разный. Он очень хрупкий. Поэтому конец марта спасатели называют опасным периодом, когда еще не закончился сезон зимней рыбалки и катания с берегов реки, как с горок на тюбингах. Впрочем, ватрушки и санки можно смело уже убирать до следующего сезона. Высота снежного покрова сокращается с каждым днем. В Твери она равна 29 сантиметра. По области эти показатели колеблются в диапазоне от 22 до 41 сантиметра. Способствует этому положительная температура воздуха и в дневные, и в ночные часы. Но в ближайшие дни воды прибавится не только за счет сугробов, но и за счет дождей, а потом и снега. Неустойчивая погода, и временами будут идти осадки. Вот, по крайней мере, до 29-30 числа на территории области будет дождь. По предварительным прогнозам, уже после 30 числа дожди у нас будут постепенно переходить и в мокрый снег, и в снег. И температура воздуха понизится. Есть вероятность, что в ночные часы основной фон температуры будет где-то 0-3 градуса. Местами столбики термометров могут опускаться и до минус 6. Такая погода, как объясняют синоптики, в некотором роде даже лучше, чем резкое тепло. При мороде часть влаги будет вымораживаться. Соответственно, и объем воды сократится. Продолжение следует...